Ну что это вообще, товарищи? Ну детский сад опять начинается. Я уж думала, ну набрала я эту группу сейчас, вот эти вот люди, которые ко мне пришли. Я все объяснила по полушке, я выходила два раза в прямой эфир в итальяночке блог. И я думала, ну вот эта вот группа золотая, у меня будет золотой выпуск, который мне будет все, все сдадут упражнения, все сдадут к 11 часам мне все. Я буду проверять с удовольствием эти несчастные 15 предложений каждый день. Да конечно, да конечно, товарищи, как всегда Мария, как всегда Ольга, как всегда одни и те же. Все остальные где? Мы их потеряли, потеряли по дороге. Я надеюсь, что они как дудные дети, дочери блудные вернутся, ну в хорошем смысле этого слова. Я вас очень жду, товарищи, пожалуйста, тот, кто себя узнал, тот, кто не куда-то потерялся, где-то неизвестно сейчас пребывает в каком месте, на каком курорте находится, в Гаграх, товарищи, нужно вернуться в семью, нужно вернуться домой и начитать три дня у нас, товарищи. Я, конечно, не хотела этого делать, я этого и не хочу делать, я не хочу, чтобы вы мне присылали все в один день. Но если у кого-то сложилась какая-то, ну ужасная прямо ситуация, я не знаю там какая, ноготь отломился, и у нас депрессия, мы впали в депрессию, товарищи, нужно возвращаться в себя. Лентяничить, то вовремя не сдают домашку, кто считает, что Яна и так проверит все, я все проверю, но это неэффективно работать в субботу за неделю все. Марафон закончится через неделю, у вас всего лишь осталось одна неделя, потом товарищи бачи, обрачи и реведерчи, обнимашки, поцелушки и до свидашки. И вы ничего не выучите, вы будете ходить плакаться, чтобы до сих пор ничего не поняли. Почему? Потому что эфиры не смотрим, я еще повторяю, домашку делаем через раз, делаем, когда захочу, учу, когда хочу, это не этот марафон. Это есть курсы, очень много преподавателей, которые делают курсы, вы берете видео, вам дают это видео, никакой обратной связи у вас нету, или там есть, но она такая, очень поверхностная, с вами не общаются, вас особо-то не проверяют, ткнули вам видео и сказали, иди учи, делай, что хочу, и вы рады. А здесь я сижу с вами три раза в неделю, еще и в общем чате, и можно мне вопрос задать, я активный, абсолютно оперативный, я сразу отвечаю, как могу, да, я с вами общаюсь, и вы этой возможности не пользуете, вы предпочитаете плакать там, и все равно делать все в субботу. Субботу делать за неделю непродуктивно. Учу, когда хочу, это не вообще, абсолютно не наш вариант, потому что вы не, ну не можете вы, если у вас нет дисциплины в изучении языка, и тот, кто учил другие итальянские языки, итальянский один, неповторимый, тот, кто учил другие языки, прекрасно понимает, что когда у вас нет дисциплины, у вас нет результата. Учу, когда хочу, приравнивается к волшебному итальянскому слову май. Ну, никогда. Все. Больше другого никакого нет. Нужно какое-то решение, да, нужно учить каждый день, они джорно, по чуть-чуть, то, что я даю вам одно задание на два дня, но это вообще стыд и позор, что вы его не делаете, и присылаете мне потом в субботу или еще какие-то там эти трактаты по 50 упражнений или по 50 аудиозаписей. Это непродуктивно. Вы так сели, думаете, сейчас я начитаю эти итальяночки, и что она хочет от меня. Сейчас я быстренько ей форчетто скажу, там еще всякую фигню какую-нибудь начитаю, и Яночка будет довольна, итальяночка. Если вы так работаете, я вам еще раз повторяю, как я уже это говорила, лучше вообще ничего не присылайте, потому что вы должны быть четко уверены в том, что вы делаете. Вы мне не для галочки делаете. Если вы не успеваете, вы мне пришлите сообщение, я вас очищу по-хорошему, и вы быстренько все начнете делать вовремя. Вот так вот. Движ Париж, давайте, правильно Елена говорит, движ Париж нам нужен. А нам, ну как можно итальянский учить с постным лицом, или как можно быть все время в напряжении, когда вы итальянский язык учите. Вы должны вообще, у вас там энергия, такая энергетика просто. У вас руки, мамма мия, Мадонна, Санта, оу, как... Вы смотрели фильм «Ешь, люби, молись», как они там с жестами все время. У них там вообще было все время какая-то движение, то в Неаполе они, то по каким-то улочкам ходят. А мы такое ощущение, что мы засели в какую-то канаву или в болото, мы попали, не можем никак мы, никак, но ногой застряли туда и сидим в грамматике в этой. Ну да, к концу, правильно, к концу марафона, когда уже поздно будет, вы в пятницу как раскачаетесь, потом будете плакать. Закончился марафон, как жалко, что за кепекату. Сейчас надо раскачиваться, сейчас второй возможности уже не будет. Не будет таких больше марафонов, будут другого формата марафоны, и не такие уже, не такие живые. Поэтому используйте шанс, используйте, будьте, пожалуйста, активнее, будьте веселее. Да вот вино надо, правильно. Главное не показать, не показать не тот жест. Ну, можно показать какой угодно жест, всякие разные жесты бывают. Но неважно, вы посмотрите, если вам не хватает настроения, включите себе Альбану и Румину. Пауэрс, который включите себе Феличиту, там, Феличита, Этенер Сиперману и так далее. Сейчас мы какую-нибудь музыку вам повеселее включим сегодня. То, что-то у меня совсем там это припекло вас там. Эй, Гугл, спойнила музыка, да? Я сама сейчас все, что-то у меня какие-то песни. Я так поняла, что у нас вообще с вами движение какое-то не вверх, а куда-то вбок идет. Ну, что это такое? Ну-ка, соберитесь. Вы не для меня делайте. Я это сто раз говорила во всех своих видео, которые вы видели в инсталяночке блог. Вы делайте для себя, а не для галочки. И не для меня. Я эти все выражения знаю. Мне это не нужно вообще никак. Вообще просто. А вот вам нужно. Вам нужно проговорить. И даже если вам кажется, то же бывает иногда некоторым, кажется, что они все знают. И что у них уровни B10 там и C18. Но на самом деле это не так. Когда человек начинает говорить, он запинается. Ему не приходит это все легко. Но вены натурали. Это не естественным путем. А мы должны именно к такому приблизиться.